Эти кадры Борис снял буквально на следующий день после ЧП. В роли пострадавшего его младший брат. Мальчик шел на остановку встречать маму. Проходя вот по этой лестнице, поскользнулся. Помимо того, что лестница полуразрушенная, она была вся в снегу, в наледи. То есть она не убирается, ее никто не чистит. На призывы о помощи отреагировали неравнодушные горожане. Очевидцы вызвали медиков. Диагноз – травма позвоночника. Мальчику предстоит долгая реабилитация. Длительная процедура установления виновных в случившемся ждет и Бориса. Мужчина уже выяснил, что за состоянием объекта следит не соседний торговый центр, а городские чиновники. Сейчас лестница показалась из-под снега и наледи. Тут же обнажились и другие проблемы. Некоторые ступени с годами порядком износились. Всюду торчат прутья арматуры. Шанс получить травмы с приходом весны только увеличился, говорит мужчина. И добавляет это место, он старается обходить стороной. Конечно, мы хотим найти виновных лиц для диалога, как минимум. И в будущем, чтобы не было увечий, не дай бог, другим людям, нужно решать с этой лестницей что-то. За время съемки про лестницу-убийцу мы выслушали множество негодующих отзывов барнаульцев по поводу ее состояния. Закон о мате в СМИ не позволяет озвучить услышанное. От слов, пускай и нецензурных, нужно переходить к делу, советует юрист Марина Чаузова. В случае с семьей Куркиных, как можно быстрее. А если произошел несчастный случай, то в первую очередь необходимо вызвать скорую помощь и проследовать в травмпункт, чтобы зафиксировать точное место и обстоятельства произошедшего. В последствии необходимо сохранять все медицинские справки и чеки. Это необходимо для того, чтобы в судебном порядке ценового лица взыскать компенсацию морального вреда, который включает в себя физические и нравственные страдания. Сейчас здесь я не смогу прокатить, так как грязь, все. Стоп, дальше идти нельзя. Коляска с двухмесячной Натальей по такому бездорожью не проедет. Снег и лед сковали аллею на улице Панфиловцев в районе дома под номером 4. С приходом солнечных дней весь этот зимний набор начал таять и таить для пешеходов опасность. Поток из воды и грязи вместо асфальта. Такую картину местные жители наблюдают ежедневно. Говорят, коммунальные службы словно забыли сюда дорогу. В результате вовремя неубранный снег образовал несколько водоемов и один бурлящий поток, конечная цель которого – школа и два детских садика. Судя по всему, добраться до объектов без специальной обуви вряд ли возможно. Татьяна Савельева с дочкой Натальей в числе тех, кто ходит здесь регулярно, говорит, вместо коляски впору лодку покупать. Это ужас, это вообще никак. Я сижу дома, можно сказать, я не могу не выйти, у меня здесь никого нет, чтобы сходить за смесью ребенку, за памперсами, в аптеку в ту же. Я просто не могу выйти. Если я выхожу, я прошу людей, стою, жду 5-10 минут, чтобы мне просто перенесли коляску и все. В такой ситуации нужно обращаться в управляющую компанию, ответственную за ваш дом, советует руководитель фирмы ДСАДИН Анатолий Суворов и добавляет. Это существенно сохранит ваше время. Мастера обязаны отреагировать. Управляющая организация или ТСЖ, они знают, например, свою территорию, они скажут, да, если это наша территория, то они должны, конечно, обратить внимание на это, ну и ликвидировать эту наледь и посыпать песком или снег, значит, снег убрать. Вот, а если, например, там, по ликету относятся, там, тротуар или что-то там, проезжая часть, или переход через дорогу, то тут, соответственно, ну как бы управляющая компания, наверное, порекомендовала бы обратиться в администрацию района или сама может обратиться. Мы, в свою очередь, с экранов ТВ тоже можем апеллировать к власти имущим. Сегодня решили воспользоваться такой функцией. Так что этот материал, уважаемые чиновники индустриального района, вы можете принять как обращение. И не говорите, что скоро само растает. Вам же, уважаемые телезрители, терпение и беспрепятственного перемещения по улицам городов. И напоминаю, что о фактах недобросовестной работы коммунальных служб вы можете рассказать нам по номеру в Барнауле 722-301. Звоните, коммунальный патруль приедет и разберется. Кирилл Политов, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова